К известной литовской журналистке Милде Барташюнайте пришли на рассвете. Шесть утра. Слышу. Это невозможно было не услышать. Кто так колотит? Все проблемы Милды начались после того, как она разместила в интернете обращение о несогласии с политикой властей по НАТО и войне на Украине. США покупают политиков, людей, воинов, оружие. И все это посылает в Украину. После этого журналистку уволили из популярного глянцевого журнала, а теперь обвиняют в антигосударственной деятельности. Они говорят, что мы против НАТО, что мы против Евросоюза. Адвокат Эрикас Павловичус 20 лет проработал в Британии, но узнав об истории с Милдой, взялся защищать ее в суде бесплатно. Эрикас говорит, что покидая Литву много лет назад, даже представить себе не мог, что вернется в страну, где заинакомыслие, как в советские времена, снова будет грозить тюрьма. Они как раз говорят, что мы невооруженным, не агрессивным путем хотим показать, что мы недовольны позицией власти. Кроме Милды Бартешуна, эти обыски прошли еще у восьми литовцев, которых обвиняют ни много ни мало в попытке вооруженного свержения власти. Хотя, например, у Олега Титаренко нашли только полсотни книг. Обычная классика, правда русская. И они пошли сюда, на территорию, делать обыск, а меня оставили там женщиной одной. Ну, я, честно говоря, просто взял и убежал от этих бандитствующих товарищей. Только из вечернего выпуска новостей выяснилось, что же искали спецслужбы. Мы собирали информацию, которая доказывает их нелегальное финансирование или другие какие-нибудь дела, которые нам пока неизвестны. Местные спецслужбы утверждают, что Милда Бартешуна и еще восемь таких же вольнодумцев вели свою деятельность, получая вознаграждение, ну, чуть ли не прямо из Кремля. Бывший депутат Верховного Совета Литовской ССР Роландос Павлаускас в 1990 году подписывал Декларацию о независимости страны. Но вот прошло 25 лет о настоящей демократии, о которой мечтали тогда все литовцы, так и не появилось. Там отрицается сама суть демократических выборов. Так как ты можешь бороться в политической борьбе с нынешней властью, которая всегда бывает избрана большинством или меньшинством людей, если ты не имеешь права против них агитировать? Прошедшие обыски, видно, не последние. Сегодня сразу несколько человек заявили о выходе из протестного движения. Как объяснил один из активистов, Вайдес Ликстутис, «Моей семье грозит реальная опасность, поэтому я выбираю семью». Андрей Хромцов, Дмитрий Федотов. Специально для Анатомии дня. Вильнюс. Литва.